Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова и мы продолжаем наше вещание. Сегодня нас ждет по-настоящему энергичное начало дня. Но перед этим я предлагаю узнать, какая погода будет в эту пятницу. В Карачаево-Чекесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом. Ливень в сочетании с грозой, сильным ветром 20-23 м в секунду. Ночью и утром туман, ветер северный 5-10 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, в горах 0, минус 5. Днем плюс 11, плюс 16, местами плюс 3, плюс 8 градусов. В Черкесске кратковременный дождь, днем гроза, ночью и утром туман, ветер северный 5-10 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 14, плюс 16 градусов. Все мы слышали о пользе пеших прогулок, а многие знают и о скандинавской ходьбе. Ее часто называют финской или нордической. В России же она также известна как северная. О том, кто может заниматься этим видом спорта, что для этого нужно и какой эффект вы получите, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, руководителем Карачаево-Черкесского регионального отделения Российской Федерации Северной Ходьбы, мастером спорта по фигурному катанию на коньках и шорт-треку, инструктором по северной ходьбе Мариной Ачиновой. Доброе утро, Марина! Доброе утро! Рады вас приветствовать сегодня у нас в гостях. Я пообещала нашим телезрителям, что у нас будет энергичное начало дня. И сразу прям вот тема, она такая заданная, как раз таки и говорит о том, что вид спорта достаточно такой энергичный и приносящий, наверное, радость и удовольствие очень многим людям. Я знаю, что пешие прогулки сегодня рекомендуют врачи по всему миру. Вот хотелось бы рассказать нашим телезрителям, чем отличается обычная обыкновенная прогулка от скандинавской ходьбы. В чем суть преимущества данного вида спорта и, как я уже говорила, для кого данный вид спорта доступен? Есть такое выражение, что просто ходьба – это ходьба ногами. А северная ходьба или скандинавская, некоторые говорят, что это ходьба руками. Хотя, конечно же, мы и ногами ходим, но основная разница, основная и основное отличие то, что мы очень сильно нагружаем верхний плечевой пояс, чтобы давить на палку и продвигать себя. И в северной ходьбе, в отличие от простой и также других видов активности, бега, велосипеда, например, и так далее, тех же там роликов, может быть, то есть у нас задействовано при правильной технике до 90-95 мышц нашего тела. Это почти приближается к 100%. Но это, конечно, только при правильной технике. И правильная техника ходьбы дает, скажем, помимо включения 95% мышц, еще и дает и снижение нагрузки на суставы нижних конечностей до 30%, считается. То есть, как говорят ученые. И поэтому человек, овладев этой техникой, он может пройти без вреда, а с пользой для здоровья, очень большие расстояния и получая от этого удовольствие. Шаги на пути к здоровью, да? Да. Как я вас представила, вы руководитель регионального отделения федерации. Это подразумевает тот факт, что у нас есть определенное количество людей, которые занимаются данным видом спорта. Вот расскажите, пожалуйста, как давно существует отделение у нас в республике, чем вы, собственно, занимаетесь и кто приходит к вам на занятия? Региональное отделение в Карачаево-Черкесии я открыла в конце 2021 года. И вот с этого момента у нас сразу начались активные взаимодействия с такой организацией, как «Серебряные волонтеры» нашей республики. И постоянно до настоящего времени у нас проходят периодические тренировки. Одна тренировка в неделю, она все время есть. В основном тренировки проходят в выходные дни, поскольку многие еще работают, кто занимается, им удобно выходные дни прийти. То есть суббота, воскресенье, возможно, пятница вечером. Но мы каждый раз, у нас есть чат, мы обговариваем и занимаемся на Зеленом острове, в общем, в эти дни. Кто приходит? Вот возраст, вообще люди, откуда эти люди? Как они про вас узнали? Как у вас занятия сами проходят? Люди узнают от тех людей, которые изначально ко мне пришли, как я и сказала. Сарафанная радио, да? Да, Сарафанная радио, «Серебряные волонтеры» изначально были. Это, ну, порядка их, наверное, ста человек в республике. И вот так вот, начиная заниматься, они говорили другим. И на самом деле сейчас, вот на данный момент времени, у нас есть вот такой сплотившийся костяк. Это буквально вот несколько человек, команда, которые и приходят на занятия, и уже сами. Прямо они уже не могут жить без ходьбы и тренировок. И они или утром, или вечером до двух часов, в общем, приходят на Зеленый остров и сами тренируются. И я хочу сказать еще, вот эта же команда, она уже приняла два раза участие в соревнованиях, которые я организовала. Два года подряд они проходят. Называются «Тибердинская тропа». Они проходят в Тиберде на территории усадьбы Национального парка Тибердинского. И вот в прошлом уже году приезжала со всей России, это уже были всероссийские рейтинговые соревнования. И вот эта наша команда, она достойно себя проявила, показала на этих соревнованиях. И также были ребята из КЧГУ, тоже команда студентов, которые тоже очень хорошо себя проявили. И в этом году я сразу хочу... Анонс такой-нибудь, да. Анонс, да, сказать и пригласить, начать тренироваться и выступить в соревнованиях. Это может быть любой человек, кто захочет, любого возраста, так скажем, от 18 лет. В этих соревнованиях «Тибердинская тропа», всероссийских рейтинговых, которые пройдут 23-25 августа 2024 года. Добро пожаловать, буду рада всех видеть. Ну что ж, надеемся, что в этом году участников на соревнованиях от Карачаева-Черкесии будет гораздо больше. Я хочу открыть небольшую тайну нашим телезрителям. Мы буквально недавно, накануне нашей сегодняшней встречи, побывали на одной из тренировок на Зеленом острове. И я предлагаю посмотреть, как же это было. Для нее не нужны спортзалы и дорогостоящие тренажеры. Только удобная форма, палки и хорошее настроение. Заниматься скандинавской ходьбой могут люди любого возраста. В этом уверена мастер спорта по фигурному катанию на коньках и шорт-треку, инструктор по северной ходьбе Марина Ачинова. Вот уже несколько лет подряд она организовывает еженедельные занятия для всех желающих жителей республики на территории парка отдыха и культуры «Зеленый остров». Как утверждает Марина, здесь рады всем. От малых до велика. Наша группа, она сложилась еще с 2021 года. В основном она состоит из серебряных волонтеров. Но сейчас у нас здесь конкретно и новые люди есть, которые хотят научиться северной ходьбе. Это уже знакомые знакомых, мои знакомые. Чтобы прийти, может прийти любой абсолютно человек, который хочет вести здоровый образ жизни, активный, научиться ходьбе с палками, скандинавской или северной ходьбе. Можно просто найти меня, я поделюсь координатами, и узнать, когда занять и прийти. То есть совершенно свободно. Ходьба – простейший вид физической активности и самое лучшее лекарство от всех недугов, считает 72-летний Борис Михайлов. В зимний период он занимается лыжами и катается на коньках. Потому для него крайне важно держать себя в тонусе летом. И северная ходьба – лучший в этом помощник. Это состояние души, это желание быть активным, желание быть здоровым. И поэтому каждый выбирает себе сам. Кто-то четвероногого друга дивана, а мы и умираем. Сегодня большинство людей ведут сидячий образ жизни, что, безусловно, приводит не к самым позитивным изменениям в организме. Когда-то так было и у Антонины Пужевской. Теперь же все изменилось. Начав заниматься северной ходьбой, женщина почувствовала, как укрепилось ее тело, улучшилось самочувствие, появилось много энергии и желание жить на полную. До сих пор учимся. Оказывается, не так-то просто. Надо так хорошо технику. А теперь вкинулись, что теперь уже сами без педагога занимаемся. Раза два-три в неделю. Вот мы сами девочками выходим, разминаемся и идем с удовольствием. И зимой, и летом, и по ветру, и по дождю. Раньше была вообще не спортивный человек. Теперь я без этого просто не могу. Я никогда не думала, что так может быть. Присоединиться к ходокам может любой желающий. Каждую пятницу в районе шести часов вечера любители активного образа жизни собираются на спортивные площадки на Зеленом острове, где и проводят разминку, а затем отправляются ходить вокруг главного пруда. А мы продолжаем наше вещание. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях присутствует руководитель Карачаево-Черкесского регионального отделения Российской Федерации Северной Ходьбы Марина Ачнова. Марина, давайте, наверное, продолжим наш разговор о Северной Ходьбе. Вот мы посмотрели, как проходит тренировка, кто к вам там приходит. Хотелось бы узнать, какой положительный эффект в целом данный вид спорта оказывает на организм человека. Я вот так называю вид спорта, потому что это, по сути, действительно вид спорта, который требует дисциплины, каких-то усилий, какой-то организации, в конце концов. И вот хотелось бы узнать, что человек по итогу получает, когда он вкладывает силы в данном направлении. Я хочу добавить немножко, что здоровье, я люблю эту фразу говорить, на самом деле это труд. Это каждодневный труд. Это любовь и забота к себе. И поэтому, когда человек руководствуется этим, ему, наверное, будет намного легче преодолеть, сделать первый шаг, выйти из дома и позаботиться о себе, начать ходить. И сейчас, как вы сказали уже, то, что скандинавскую или северную ходьбу, да и просто ходьбу, многие медработники, они прям рекомендуют. Да, и ходьбу эту можно использовать как профилактику, я уже говорю про положительный эффект, как профилактику здоровья в любом возрасте, как восстановительное и реабилитация, ну, действие, да, и также уже следующий этап, это как вот вид спорта. Кстати, вот наша Российская Федерация сейчас делает очень много работы, усилия, и, возможно, в этом году мы все надеемся, что северная ходьба будет отдельным видом спорта. наравне, вот как там фигурное катание, ну, шортрек, как я занималась лыжей, биатлон и так далее. До, вот в настоящий момент, это дисциплина спортивного туризма. Вот. Немножечко другой статус какой-то, да? Немножечко, да, другой статус пока, но будет, в общем, все хорошо. Будем надеяться, да, что все сложно. И поэтому ходьба влияет очень разносторонне и влияет на разных уровнях здоровья, потому что понятие здоровья, оно очень глубокое само по себе. И очень большой эффект, тоже доказано уже исследование научное, что это и психоэмоциональное состояние человека улучшается. То есть когда он идет, особенно если это идти в красивом месте, и любоваться на природе видами, дышать чистым воздухом, опять же, если мы на природе, да, где-то, вот. А может быть, если человек не один, а там группа людей, общение, то есть это тоже для многих очень важно. Это, да, социальный такой фактор, да. И вот я говорю к тому, что ходьба, если правильной техникой, она способствует воздействию на все системы и органы. И мы еще очень большой положительный эффект оказываем на сердечно-сосудистую систему, на кровообращение, работу сердца. Мы помогаем. А почему, я всегда об этом говорю, то, что наша техника, она двухфазная. То есть мы напрягаем впереди, руку, так скажем, чтобы себя протолкнуть, а сзади мы расслабляем. И наше сердце также работает, как мышца напряжения-расслабление, напряжение-расслабление. И вот эта наша работа, почему наш вот верхний плечевой пояс, он рядом с сердцем. И если у нас здесь он расслаблен, нет спазмов, а это очень-очень редко, в основном у нас зажимы очень у всех. И так как мы целостные, то есть в наших мышцах там много сосудов, нервов. И представляете, вот если человек зажат здесь, мы же все зажимаем. И сердцу намного сложнее работать. А наша задача в ходьбе, это основа правильной техники, здесь расслабить все. И опять же, я уже про технику заговорила, что у нас здесь амплитудно-маховые движения, расслабленные. Не вот так, как мы идем, опять при зажатой можно увидеть, сейчас очень многих вот так вот идут, а именно от плеча, расслабленной рукой мы делаем движения. И еще вот эта двухфазная работа, то есть мы помогаем сердцу без лишней нагрузки проталкивать кровь по кругам кровообращения и совершать свою работу. Марина, ну вы так интересно рассказывали про технику, и вы действительно правы, я часто сама в жизни замечаю, что очень многие люди даже вечером, если выйдя на Зеленый остров, ходят с палками для ходьбы, да, вот специальными. И примерно, как вы и показали, вот так, да, не совсем правильно. Может быть, покажем нашим телезрителям хотя бы основу, какую-то базовую постановку, рук, ног. Я вижу, что вы принесли сегодня с собой инвентарь, и одна пара, я так понимаю, для меня. Будет здорово, если мы продемонстрируем, и вы немножко и мне расскажете, может быть, и я начну тоже ходить вместе с вашей группой. С удовольствием. Давайте попробуем. Ну что, дорогие друзья, я вот уже практически в полной боевой готовности. У меня есть скандинавские палки. За кадром Марина их подогнала специально. Я думаю, что сейчас мы расскажем нашим телезрителям, как это правильно делается. Более того, существует особая техника, да, или приспособление, я не знаю, правильного крепления руки к данным вот палкам. Марина, ну расскажите, для чего вообще подгоняли эти палки, почему это важно, знать рост человека, и что особенно вот в этих креплениях? Хочу сказать, что для правильной техники северной ходьбы нужны специальные палки именно для северной ходьбы или скандинавской ходьбы. И чем же они отличаются от других всех видов палок, да, трекинговых, например. То есть это вот это вот... Крепление, да? Крепление, да, которое называется темляк или полуперчатка. В отличие от трекинговых палок, где просто петля, наверное, в виде, да, это дает нам возможность отпускать во время движения палку и потом делать маховое движение, выносить ее по воздуху, чтобы она никуда не отвалилась и... Не потерялась, в общем-то. Не потерялась, да, и плотно сидела. Вот такие темляки. Это основное отличие. То есть не сама палка, хотя там тоже есть... Нюансы. Вот нюансы, да, по вот этой верхушке, а вот именно темляк. Итак, вот я впервые пришла на занятие по северной ходьбе. Вот что, надели, подогнали по росту. Мы подогнали вот самый простой способ везде, который можно применять без формулы, да, хотя она есть. Просто человек встает с ровной спиной, макушкой вверх, да, и вот здесь должен быть прямой угол. Есть нюансы опять. Если начинающие, то мы можем сделать чуть ниже на первых занятиях. Это проще идти. Как для меня. Да, некоторые спортсмены на соревнованиях, ну, как вы могли бы тоже видеть, например, у лыжников, да, есть вот такие высотой палки, как вот рост. И здесь точно так же, если мы сделаем чуть выше прямого угла, это будет сложнее, но будет придавать... Эффективнее. Эффективнее, да, для скорости, так скажем. Мы себя вынужденно будем проталкивать намного дальше вперед и будет давать вот этот импульс вперед. И основное, что в технике, как мы уже с вами говорили об этом, то есть это не вот такая вот ходьба, хотя я уважаю всех людей, которые даже так вышли, и, может быть, им нужно, да, просто в данный момент... Опереться. Опереться, да. Но если мы хотим наибольший, наилучший эффект для здоровья, то это должно быть вот такое у нас... Как лыжника, да? Амплитудно-маховое движение, да. От плеча. То есть мы просто должны... Вот сейчас, например, нет выноса руки свободного назад. Мы должны... Вот для чего темляк нужен? Отпускать. Мы должны отпустить сзади. И самый вот результат, которого, да, мы должны достичь, многие почему не любят, да, переучиваться, учиться. И многие уходят, кстати. Вот придя, да, они говорят, нам палки мешают, нам плохо. А почему? Потому что неправильная техника. Они не дошли до правильной, так скажем. А правильная техника, вот что самое важное. То, что у нас палка, мы ее не чувствуем. Вот когда откидываем, да, получается, назад, отпускаем палку, да? Да, да вообще, когда мы научаемся правильно. А вперед, насколько далеко надо? А вперед, это тоже вот обязательное, ну, как бы условие. Мы не вот так вынимаем ее вперед, а вот мы делаем мах, и палка под углом всегда к нам. А это вместе с ногой, которая идет, или с противоположной? Противоположной. Ага, противоположной. Это естественный шаг, который заложен в нас. То есть это есть, у нас такие, ну, как бы работа, слаженная всего организма. Если у нас одно бедро идет сюда, то тело делает ротацию, вот у которой нет, очень у многих ее нет, скручивание такое. И вот это естественный шаг. А должно быть, да, вот так? Когда мы ходим, даже без палок, просто мы должны вот так. Да, то есть у нас вот вверх, он должен вот так работать. А, мобильным быть. Мобильным, да. Это естественная небольшая скрутка, или по-научному ротация. Марин, спасибо вам большое за вот, ну, настолько, мне кажется, интересный наш сегодняшний разговор, за ваши полезные советы. Палки прям вот стали, как будто бы я всю жизнь хожу с ними. Я думаю, что я знаю, чем я займусь на предстоящих выходных. Спасибо вам большое. Добро пожаловать. Ну, а вам, дорогие телезрители, я тоже желаю хороших выходных, всегда оставаться веселыми, бодрыми и энергичными. И я думаю, что скандинавская ходьба вам в этом поможет. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok